ну и еще пожалуй давайте пошалим радует меня такая перспектива удалим то что не нужно как выяснилось и попробуем сделать управление для нашего шим сигнала то есть это все остается максимальное значение time убираем то есть считает до максимума 255 делай так делай 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 опрос делай оставим вот это все удалим таким образом сохраню новую программу так и что у нас с чипом b0 b3 b4 еще два вывода свободные и что я хочу я хочу на один из них поставить кнопку на второй переменный резистор кнопка будет выбирать канал которому которым мы сейчас будем управлять а переменный резистор устанавливать скважность давайте попробуем так сделать b1 кнопка где у нас там ацп до b1 кнопка b2 ацп таким образом делай пусть будет 1000 чтобы у нас часто не происходил опрос ацп в этом нет необходимости а и все это будет происходить вот здесь во первых опрос кнопки input b1 переменная button 0 типа bull ok button b1 ok если кнопка у нас пусть будет она прижиматься к земле то есть если батон равна нулю то суммируем изменяем номер канала которым мы управляем номер канала это что будет это будет лет да вот у нас не используется равно лет плюс 1 так и условие если лет равна 4 ограничение так как у нас три канала то при лет раму 4 обнуляем переменную точнее не обнуляем а она будет равна 1 так при нажатии на кнопку выбираем чем мы будем управлять далее считаем ацп импорт ацп настраиваем 1032 таким образом и подключение b2 это dc1 макрос макрос прочитать ацп как байт и принимаем переменную так принимаем переменную pvm 1 2 pvm 1 pvm 2 то есть читаем как байт и переменная adc 0 байтового типа и и теперь в зависимости от состояния переменной led мы прибавляем его присваиваем это значение одной из переменной pvm если led равно единице то pvm равно adc если равно 2 если led равно двум то pvm 1 если трем то pvm 2 так switch переменная led окей только не туда я поставил надо это вынести вот сюда чтобы он не зависел от нажатой кнопки и еще проблема с опросом кнопки то есть это будет происходить довольно быстро пока вы нажмете она уже проскочит займет непонятное состояние паузу вводить нежелательно как бы поступить делай делай а наверное сделаем таким образом делай 20 тысяч или даже 30 тысяч это будет на опрос кнопки а делай равное допустим 5000 это будет на опрос ацп вот таким образом мне все это видится скопировать сюда а нет обновлять дела и не надо она будет обновляться только здесь ну как то так еще бы выяснить с какой скоростью будет происходить этот опрос сразу говорю эту программу в железе я проверять сейчас не буду проверим только в протеусе поэтому пожалуй отключу вывод reset и на этот вывод выведу импульс единица порт b5 по которому я и узнаю как часто опрашивается кнопка но предварительно таким образом пробуем компилировать размер все отлично протеус указываем новую прошивку текс на кнопки у нас где b1 кнопка b2 dc батон b1 кнопка резистор плюс минус питания и переменный резистор нам b2 к плюсу питания и к минусу питания и на вывод b5 посадим осциллограф reset disable здесь ставим программ то есть мы его отключили не рекомендую это пробовать делать в железе потому что тогда вы сможете прошить этот контроллер только параллельным программатором но если конечно его у вас нету тогда вывод reset вам не нужен запуск и смотрим это начальное состояние вот зеленый видим ставим синхронизацию по зеленому и посмотрим как часто происходит опрос кнопки а чё то я его там не вижу трудно рассмотреть ну более чем 100 миллисекунд получается или давайте так сейчас посмотрю как мне рекомендовали инвертировать сигнал на выводе так вот мне подписчики насоветовали два варианта инвертирование переменной давайте попробуем так баттон используется road не используется вот ее мы берем типа bull и давайте первый вариант попробуем road равно road минус 1 я пробовал плюс 1 у меня не получалось сейчас попробуем минус 1 road что получается при каждом заходе сюда состояние на выводе b5 будет изменяться на противоположное пробуем есть так dc развертка 1 вольт и получается что у нас тут 200 миллисекунд опрос кнопки ну что ж это вполне нормально можно даже еще маленько увеличить ну ладно и давайте попробуем изменять синхронизация по первому каналу покрутим резистор сейчас у нас переменная with наверно равна нулю нажмем на кнопку а вот видим первый канал и мы можем изменять его скважность очень плавно ну то есть все 255 значений можно задавать нажмем еще раз на кнопку и видим уже второй канал среагировал теперь его мы можем изменять еще раз нажимаем третий канал то есть все отлично три независимых каналы шин мы получили ну от меги 8 по идее там можно получить два порта то есть штук 15 независимых каналов ну как на практике не знаю надо симуляцию провести попробую обязательно получится такое или нет нажимаем на кнопку еще раз и как снова канал первый айф он сейчас я проскочил долго держал кнопку третий канал первый канал вот первый канал но способы управления можно придумать другие ну что ж отлично программка небольшая но довольно большие возможности и конечно же я не сдержался и сразу провел симуляцию этой программы для от меги 8 у меня подключено 8 каналов из них 5 это b0 b1 b2 b3 b4 b5 b4 то есть и еще три это c0 c1 c2 то есть добавлены вот такие же однотипные блоки сюда и вот сюда то же самое управление здесь заданы начальные значения и переменная тем считает до 150 размер кода мы получаем 872 байта то есть он влез бы и ваттине 13 поставил два осциллографа первый подключен b0 b3 2 b4 и каналы cr частоту я поставил такую же как и ваттине 13 9600 чтобы можно было увидеть влияет ли на период импульса количество каналов запускаем симуляцию и смотрим сверху вниз то есть здесь 1 идет потом этот догоняет 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 и так далее то есть сверху вниз каналы идут один за другим маленькая неровная симуляция из-за того что приличная нагрузка на процессор ну в общем видно что все работает отлично и период сигнала частота у нас осталось точно такой же как и было для тени 13 период равен 4 миллисекунды то есть если есть необходимость можно также добавить еще штук сколько тут но 6 может больше каналов шим и добавить органы управления чтобы каждым из них независимо управлять единственное требование для программ на этой основе это чтобы в основном цикле не было больших задержек каких-то больших работ с какими-то компонентами циклов и прочего